Вы смотрите новости запада Башкирии. В детской модельной библиотеке номер 8 Октябрьского детям рассказали о вреде наркомании. Для ребят провели просмотр литературы, об этом надо знать. В течение дня с учащимися школой номер 12 и гимназией номер 3 проводились беседы на эту тему. Библиотекари рассказывали ребятам о последствиях этой пагубной привычки, о том, что надо беречь свою жизнь и здоровье. Также в течение дня детям раздавали буклеты о вреде наркомании. С 24 по 25 сентября во дворце спорта Октябрьского пройдет первенство по плаванию. Участие могут принять девочки и мальчики 2006-2010 года рождения. Победители наградят призами от Центра спортивной подготовки. Вход свободный. Состоялось собрание для работников культуры сельских филиалов Довлеканова. Он прошел в методическом кабинете Дома культуры, где участники прослушали информацию о проведенных мероприятиях по организации детского досуга на период летних каникул. Отметили особо значимые показательные мероприятия, проведенные филиалами. Круглый стол стал центром обмена опытом работы, центром дискуссии, где все участники получили для себя многоценной информации. В Довлеканово произошел серьезный пожар. На место ЧП незамедлительно направились спасатели, полицейские, скорая помощь и газовая служба. Как рассказали в прослужбе МЧС России по республике, в доме обуглилась стена и потолочное перекрытие веранды. Из задымленной квартиры родителям удалось спасти троих детей. Причину пожара и обстоятельства произошедшего устанавливают. На днях Туймазы с рабочим визитом посетили первый заместитель министра здравоохранения республики Азат Рахматуллин и начальник отдела капитального строительства Рита Соколинская. Основная цель поездки – ознакомление с ходом строительства новой детской поликлиники на 300 посещений в смену. Осмотрены помещения прилегающих и занимаемых территорий возведенной детской поликлиники. Обсуждены рабочие вопросы, связанные с оформлением внутреннего пространства здания, навигации и логистики. В Буздягском районе продолжают регистраторский обход населенных пунктов. В муниципальном районе создано 16 участков. Регистраторы в течение двух месяцев обойдут в среднем по 630 домов. Они уточнят списки адресов домов, сверят их с объектами, внесенными в маршрутные листы и нанесенными на карты схемы. В случае необходимости внесут поправки, а также проверят наличие аншлагов и указателей с номерами на домах и строениях. Для подтверждения своей личности каждый регистратор при себе имеет удостоверение установленного образца. 21 сентября на территории Кондров пройдет общепоселковый субботник. Его цель – способствовать воспитанию подрастающего поколения и формированию экологической культуры. Для проведения субботника составлен план генеральной уборки. В этот день организуют не только традиционные мероприятия по очистке территории, но и высадки крупномеров на памяти и на территории бывшего парка. В октябре жители Башкирии ждут продолжительные выходные. Нерабочими будут объявлены целых три дня. Так, дополнительный выходной в пятницу 11 октября объявлен в связи с празднованием Дня Республики. Следующие за ним субботы и воскресенье – традиционно нерабочие дни. А в предпраздничный четверг жители Республики вправе уйти с работы на час раньше. Следующий дополнительный выходной выпадает на понедельник 4 ноября из-за празднования Дня Народного Единства. За вторую сборную Республики по шашкам выступил спортсмен Израевского. Виктор Селезнев стал участником 5-го Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта. Командный турнир прошел в Луфе. За каждую команду от региона выступали двое мужчин и одна женщина. Всего в состязании приняли участие 20 команд из 19 регионов России. Победила команда хозяев – сборная Башкортостана, второе место у Тверской области, третье – у Дагестана. Вторая сборная Республики заняла 11 место из 20 возможных. На сегодня это все новости. А сейчас переходим к прогнозу погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова